Маленькая Эшли появилась на свет в один из тех дождливых вечеров, когда небо густо заволокло облаками, а дождь стучал по крыше родильного дома, как будто признавая величие этого момента. Ее рождение было необычным, как и все последующие события, которые повлекли за собой темное облако над счастьем новорожденной. Врачи были напряжены, когда обнаружили у младенца редкое заболевание, о котором они раньше слышали только в теории. Порог развития, при котором в теле Эшли обнаружился поразительный феномен, она поглотила своего близнеца. Это было как отголосок мистического чуда, но в медицинском мире это стало вызовом, который нес в себе непредсказуемые последствия. Мать младенца, Анна, была в шоке от такой неожиданной новости. Она смотрела на свою маленькую дочь с нежностью и тревогой, не понимая, как жизнь могла столь жестоко пошутить над ней и ее ребенком. Врачи сказали, что им необходимо провести операцию как можно скорее, чтобы удалить паразитического близнеца из тела младенца, чтобы избежать дальнейших осложнений. И вот настал тот момент, когда маленькая Эшли была готова к операции. Она лежала на операционном столе, окруженная белыми халатами и мерцающим светом хирургической лампы. Сердце матери билось в унисон с сердцем дочери, а врачи сосредоточенно готовились к тому, что предстояло. Операция была сложной, но врачи профессионально справились с задачей. Семисантиметровая опухоль была удалена из живота маленькой Эшли, и в тот момент, когда хирурги закрыли рану, в комнате зазвучал вздох облегчения. Когда Анна увидела свою дочь после операции, она почувствовала, что тяжелый груз пал с ее плеч. Малышка лежала в кроватке, спокойная и невинная, как будто ничего не произошло. Ее глазки смотрели на мать с той же нежностью, что и раньше, словно обещая, что все будет хорошо. И вот наступил день выписки. Мать и дочь покидали стены больницы, окруженные заботой и теплом персонала. Прошло несколько дней, и маленькая Эшли начала весело улыбаться и взаимодействовать с миром вокруг нее, словно ничего не предвещало беды в ее прошлом. Эта история стала для всех, кто был свидетелями этого необычного рождения и борьбы за жизнь, источником вдохновения. Она напомнила о том, что в мире есть место для чудес, для любви и надежды, даже если пути судьбы кажутся странными и неожиданными. И маленькая Эшли с редким заболеванием и доброй улыбкой на лице стала символом силы и выносливости, напоминая всем, что жизнь — это драгоценный дар, который стоит беречь и ценить. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на наш канал, где найдете еще много интересного, и не забудьте нажать на колокольчик и оставить комментарий.